Ранняя диагностика – ключ в борьбе против рака. С таким лейтмотивом в регионе высадился десант специалистов Федерального научно-медицинского центра радиологии. Онкопатруль останавливается в Ульяновской области второй раз. За четыре дня насыщенной работы в разных форматах удалось сделать многое. Организовать открытые лектории для коллег, обследовать несколько сотен сотрудников предприятий и их семей. Последняя практика зарекомендовала себя самый эффективный. Это здорово, потому что такой уже охват более интересный. И ментально семья, конечно, лучше приходит. Это тоже понятно. Даже если кто-то нервничает, то более сильный член семьи, это может быть и мужчина, и женщина подтягивает в себя других. Это тоже очень интересная школа. Миссия специалистов едина – предотвратить риск развития онкологических заболеваний. В фокусе внимания – рак поджелудочной и молочной железы. Исходя из практики, медики отмечают, с подобным диагнозом пациенты обращаются уже на третьей-четвертой стадии, когда значительно снижается шанс на благополучный исход. Чтобы помощь пришла вовремя, онкологи призывают не пренебрегать консультацией врача, проходить диспансеризацию. Каждая женщина в возрасте 40 лет должна обследоваться с помощью моломографии. На сегодняшний день это доступный метод, он включен в диспансеризацию. Нами были, конечно, выявлены пациенты, которые с начинающимися стадиями злокачественных образований. Их немного, но они были. Это тоже может сказать о хорошей медицинской помощи населению. О повышении уровня оказания медицинской помощи в регионе столичные специалисты говорили, подводя итоги работы. Техническая база стационаров значительно улучшилась. По нацпроекту здравоохранения за последние четыре года в Ульяновском онкологическом диспансере установлены и внедрены в работу 150 единиц оборудования. От миниатюрных микроскопов до радиотерапевтических комплексов, аппаратов МРТ, УЗИ и ЭВЛ. Некоторым машинам аналогов России нет. Это позволило областному клиническому онкодиспансеру за 2023 год провести 900 высокотехнологичных операций, более 600 курсов высокотехнологичной лучевой терапии. Открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи, которые помогают своевременно обнаружить и как можно быстрее начать лечение пациентов в непосредственной близости к их месту проживания. Открытым остается кадровый вопрос. Решить его помогают молодые специалисты. Их сейчас готовят на площадке ведущих вузов региона. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, в области действует комплекс программ и пакет льгот, способствующих адаптации на новом рабочем месте. Лучших представителей отрасли глава региона отметил благодарственными письмами и заслуженными наградами. Александра Никитина, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.